Всем добрый день! А может утро? Я сегодня коз пасу вот здесь, в песках, это у нас называется пески. Видите, какое пастбище? Вон там, под горой коровы ходят. Такой у нас день дождливый, обещали дождь, но пока, слава богу, нет. Здесь нормально пасти, а не, понимаете как, здесь убежать некуда. Во всяком случае, до ближайших кустов очень далеко. Козы, они очень любят вот эти листики, всякие травки такие высокие. Ну а здесь вот такая вот ровная территория. Я не знаю, что они тут жрут, потому что вот смотрите. Но тем не менее, все лето пропасли коз именно здесь, ну там под бугром здесь. Ну не знаю, сколько гектаров. В общем, здесь есть где-то походить. Козы, которые мы забрали со стада, они прям жирненькие. И после того, как они здесь, вот когда я их выгоняла с базов, побежали всех соседей по всем деревьям, вот это вот, долго они бегали, наконец-то они пастись начали. И в принципе, здесь можно на месте стоять, они ходят вокруг тебя, они только подворачивать. А на речке за ними постоянно надо ходить, потому что они, в общем, там расстояние до кустов меньше. Да, здесь предпочтительно, но там травы больше. Я когда вчера, или позавчера, когда я там на речке пасла, вот, мы с пастухом, с другим, с чужой деревни территорию делили. Ну то есть он пригнал на наше пастбище с соседнего хутора своих баранов, представляете? Не представляете, кто в деревне живет, кто городский, вы не понимаете, что вообще-то, ну как бы территория пастбищная, она поделена вот так, когда хутора рядом, то каждый пасет, ну напротив своего хутора, там какие-то такие неписанные законы, неписанные границы есть. И мы два дня куст туда своих не выгоняли, у меня эти домашние приходят, говорят, там кто-то что-то пасет. Ну пасет, пасет, я гоню, смотрю, там бараны стоят. Пригнал пастух с соседнего хутора, вот мы с ним разругались. Я говорю, что, земли мало, ты что сюда пришел? А я, говорит, с соседнего хутора, я говорю, ну и вали, говорю, у тебя есть территория с твоего хутора, там и паси. Он собрался, ушел, но зато бараны там, они такие катехины ложили. Вот козы, они когда испражняются, у них горошинки, а у баранов эти горошинки, кучки навальные. Ну в общем, они мне там территорию всю испортили. Кстати говоря, у меня по плану сыр сделать. Я с подружкой договорилась, у него корова дается. Вот, вчера пробовала, говорит, у меня полторашку молока дай, я закваски проверю, этот сычужный фермент. Сколько он уже стоит, больше года в таком внеотапливаемом помещении, в моей сыроварне, я имею в виду. Вдруг, говорю, он не работает. Тут она мне полторашку вчера передала. Я заквасила, все работает. Ну потому что сыр сейчас в магазине, во-первых, он хороший, дорогой. Ну, а во-вторых, мой сыр все равно лучше же надо будет сделать. Вот мы с ней договорились на воскресенье, понедельник, литров на 40. Ну, посмотрим, как оно получится. В воскресенье, понедельник это у нас вот уже. Так что сыр будем делать, наверное. А это лепешка с полторашки, у меня в холодильнике стоит. Не знаю, сколько там грамм вышло. Девочки, всем огромный привет. Я знаю, что вы соскучились по мне и по моей мастерской. Давайте посмотрим, что же у нас здесь такого есть интересного, что нужно вам. Вы наверняка что-нибудь себе присмотрите. Давайте начнем вот с таких палантинчиков. Девочки, посмотрите. Палантинчики это делала я. Это у нас такой очень модный махер. Вот, посмотрите, как раз сейчас очень актуально. Они интересно сделаны. Они просто прямоугольники. Вот, посмотрите, снежные тюльпаны. Вот такой палантин. Ну, то есть, понимаете, как бы на нем нет зубчиков. Это такая современная моделька. Вот вы берете вот так вот, обматываетесь. Между прочим, понимаете, как я всегда за то, чтобы покупать хорошую шерсть, хорошие материалы. Вот это дорогие нитки. Вот вы можете видеть на мне, между прочим, вот обратите внимание, на мне наряд. На мне брюки такие модные. И вот такая кофточка. Я вам хочу сказать, что вот пока это все новое, потому что это все, даже не глядя на то, что вещи бывают брендовые, это все сделано. Сейчас все бренды вяжут из синтетики, не глядя на то, что вещи стоят бешеных денег. Но это вот, нет, это не бешеные деньги. Вот, но вещи вяжутся из синтетики. Там прямо так и написано. Синтетика 100%. Представляете, кофточка может стоить 50 тысяч, 60 тысяч брендовые вещи. Но там в составе одна синтетика. Я вам предлагаю натуральные вещи. Я это к чему говорю? Ну, потому что, вот посмотрите, вот видите, какие брюки модные, хорошие. Я брала их с собой на теплоход, в круиз. И что вы думаете? Я буквально один день в них походила, один раз я их надела, все пошло-поехало на них. Вот они, катышки. То есть, понимаете, все эти вещи, они смотрятся хорошо, пока новые. То же самое случилось с моим джейпером, который я тоже брала в круиз, надела, вот буквально поносила неделю. И он весь год у меня лежал. Я его брала в Глории джинс, такой, знаете, кремовый. У меня есть свитерок. Он хороший все. Он стоил около 4 тысяч. Ну, то есть, знаете, цена не болтарой тысячи, как бы, не китайская. Барахло, которое вот продается на всяких рынках. Ну, все-таки более-менее фирменный магазин. И все-таки, знаете, цена 4 тысячи. Но я думала, что хотя бы стирку одну он выдержит. Ну, что? Я его постирала. И вся вот эта вот пухлость ниток в этой вот искусственной шерсти, в этом акриле, она вся пропала. Понимаете, он не смотрится. Поэтому я вам предлагаю вещи тех, которые будут смотреться, которые у вас будут носиться. Я никогда не беру дешевый состав. Может быть, поэтому вы можете обратить внимание, что вот в моих показах никогда нет дешевых вещей. Мне даже об этом пишут. А почему вот у вас нет палантинов, там по 2,5-1,5 тысячи? Потому что, девочки, на этих вещах дешевый состав. Это будет одноразовое. Вы один раз наденете. Она, конечно, красива пока вот. Ну, как бы новая. Потом вы поносите. И на этом все. Я хочу, чтобы вы носили вещи долго. Вот. И поэтому, соответственно, у меня как бы ассортимент такой специфический. Вот, кстати, палантинчик стоит 1,5 тысячи. Это из бюджетных вещичек. Вот. Это, ну так, вы знаете, оттенить как бы свой костюм. Оттенить, чтобы было красиво. Вот, видите, все у нас аккуратненько висит. Вот, посмотрите, вот такой лососик остался. Который тысяча это стоит. Смотрите, вот идет моя дочь. Кстати, вот эту курточку. Она покупала сколько стоит вот эта курточка? Я тут начала разглагольствовать про состав. Тысяча три с половиной. Ты где брала? На рогу, ты стала? Может. Ну, до пяти точно. Ну, она хорошая тоже. Ну, вот она вся в карточках. Я почему говорю, если бы этой девочке была шерсть, ну, во-первых, она бы не стоила 3,5-4, но вот этой вот ерунды бы не было. Ну, она вообще, конечно, носилась. Вот, видите, вот такой. Поэтому берите, пожалуйста, всегда хороший состав, и вы будете довольны. И вечно у вас будет смотреться всегда дорого, богато и, ну, как бы, благородно. Без всех вот этих вот проблем. И вы будете чувствовать себя просто превосходно. Вот еще такой же палантинчик. Все это стоит полторы тысячи за штучку. Посмотрите, какой он красивый. Вот, девчонки. Так, по поводу наших планов. До ноября месяца включительно я собираюсь разделаться со всеми двунитками. Все те люди, которые заказали у нас двунитки, платки, косынки, я прям постараюсь. Все это дело мы с дочерью постараемся, чтобы вы все это получили. И мы, в общем, возьмемся за производство всякой одежды, потому что давно хочется. Вот я бы сказала немножко о планах, а теперь давайте смотреть дальше. Вот палантинчик номер 9, 4 дробь 0,9. Посмотрите, какой красивый вот такой. 4 тысячи он стоит. Девочки, никуда не ползет, держит форму. Я всегда выбираю такие вещи, чтобы они... Ну, чтобы они... Вот, видите, вот. Чтобы они стабилизированные были, вот. Видите, как. У нас есть еще какая девушка. Вот в таком сафаре, русском. Девочки, это кардиган двунитка. Вот такой, видите, белый. И вот на ней тоже такой шарфик красивый. Еще один последний палантинчик. Видите, как смотрится. Стоит такой кардиган 25 тысяч. Девочки, это чистый пух. Вообще без основы. Вот здесь вот такой капюшон, утеплый до ужаса. Ну, вот вы сами видите, какой он. Это, в общем, девушка моя знакомая вязала. Ой. Связано вот так. Рыхловато. Но на любителя. Зато вот как бы авторская модель. Размер скажи. Размер я на себя его надевала. Нет, это тот, который меньше. Девчонки, он, понимаете, он хоть и тянется. Но, в общем, я думаю, что нормально он будет смотреться до 54-го размера. Вот так, чтобы свободно прям висел. Вот, пожалуйста, можете себе заказать. Если вас заинтересует, цену вы слышите, то Вика его весь вам перемирает, измерит, а там дальше выбирайте сами. Это другие палантины. Те другие, эти другие. Вот эти палантины толще. Те палантины, которые я привезла, кстати, вот эти, которые по 8 тысяч, с шишечками не забрали их? Один. Убрали. Да? Они такие красивые. Которые забрали первый? Первый. С ландышами. А, с ландышами. А вот этот с шишечками я его плохо показала. Он такой красивый. Вообще. Девочки, вот это немножко другое. Это поплотнее связано. Они как бы потолще. Вот, 4 тысячи тоже стоят палантины. Так что, пожалуйста, тоже выбирайте. Вот, смотрите, вот такой есть. Вот. Плотненький прям. Плотненький, что-то тут со звездочками. Вот он один. На нем номера нет, девчонки, но он один вот такой, смотрите. Весь лохматенький. Так, смотрите. Очень даже симпатично. Вот, смотрите, какой с листиками. Широкий палантин, видите? Ручная работа, это прям 100%. Ручная, плотный очень. Вот вообще не рыхлый. Прям толстые. Вот эти палантины толстые. Я привезла, которые вот недавно вы его обзорчики видели. Они тоненькие, а эти толстые. Ну вот тоже тоненький палантин. Смотрите, у меня на один такой лепочек остался. Он продан. Продан? Я тебе вчера прислала. Ну да, что-то его нет. Он уйдет вместе с пряжей. Вот, девчонки, кстати, скоро пряжа будет. Я вот отвозила свой пух. Надо его туда отвесить. Отвозили свой пух, чтобы прядильщица пряла. В общем, мне позвонили, что она прядит. Так что скоро у нас будет пряжа собственной моих коз. Так вот, смотрите, какой серый палантин. Тоже очень красивый, тяжеленький такой. Вот видите? Так он смотрится. Девочки, пушистый, хороший палантин с красивым рисунком. Я уже вам говорила, что я не люблю таким образом подкрашенные вещи. А это прям, ну, очень хорошо сделан. И пух хороший, поэтому я вам предлагаю. Вот, кстати, посмотрите. Это у нас айнбук, по-моему, остался. Палантинчик. Да, смотрите, как красивый. Это у нас за 6 тысяч. Палантин номер 4, 1-2-1-7. Вот, ручная работа, хороший палантин. Прям прелесть. Чего вы его еще не забрали? Смотрите, какая веточка. Девочки. Вот этот палантин надо срочно забрать. Опять без номера. А, с номером. Так, 1-09. Палантин номер 6. 4 тысячи. 4. Посмотрите, какой вообще не колется. Девчонки, хорошая вещица. Вот такой полосатенький. Это у нас без номера. Ну, полосатенький. Он тоже один, не запутайтесь. Если скажете, что нужен вот этот полосатик. Тигренок. Это у нас тигренок из нашего местного пуха. То есть пух потемнее. Пух такой голубоватый. И вот он, видите, дает вот такие интересные полосочки. Полосатик есть. Вот еще один, наверное, видно. Вот он висит. Вот, девочки. Смотрите, ну это просто шарфики два. Смотрите. Вот такой, такой. По-моему, по полторы тысячи. Вот этот две даже. Ну, полторы-пятьсот рублей скидка. Вот видите. Два шарфика. Просто совершенно обычные. И вот, смотрите, два интересненьких палантинчика. Из хорошего пуха. Такие тоже, знаете, пухлявые. Тяжеленькие палантины. Четыре тысячи, два дробь, номер девять, номер шесть. Палантин. Вот такой. Смотрите, красота какая. Вот он, номер шесть. Вы прям, знаете, как мех лежит. Когда вот это все будет у вас на плечах, оно будет смотреться очень интересно. Смотрите. Видите, какой он? Такой. Вот его можно прям не глядя взять. Потому что он очень хорошенький. И вот еще один такой интересный палантинчик у нас есть. У плотники это, как бы сказать, ручная работа. Вот. Это у нас три с половиной, номер четырнадцать. Двадцать семь, дробь, ну пять. Вот. Тоже такой, знаете, прям тюплый-тюплый. Вот. Здесь ромбики. С дырочками, с цветочками. Тут кошачья лапка в ромбике. Такой тяжеленький прям. На совесть напрядина. Наш тоже местный пук. Вот такие у нас есть палантинчики на этом стеллаже. Пожалуйста, вы можете выбрать любой. Девочки, вот интересный такой стеллажик. Посмотрите. С беленькими вещами. Вот, посмотрите. Один остался, да? Вот этот платок шикарный. Нет, два. Два. Два осталось? И всего три, думаю. Да. Да. Я думаю, их сразу заберут. Вот это за девять с половиной, двадцать шесть. Платок номер девять. Девчонки, гляньте. Вот он как сделан. Смотрите. Это сделано как картина. То есть, понимаете, вот видите, что он цельное, как бы цельное произведение. Не из повторяющихся рапортов, а цельное. Хороший, девочки, наш местный пух. Закупки это очень дорого стоит. Ну, то есть, вязальщица за работу берет приличные деньги и плюс хороший пух. И вот он сейчас продается, такой платочек, за девять с половиной тысяч. Тут и размер приличный. Вы посмотрите, сто тридцать где-то он платок вообще. Интересно, то есть, если такую вещичку купить, ну, во-первых, она сразу будет на себя внимание обращать. Понятно, что это как бы не ширпотреб, а очень даже приличная вещь. Посмотрите, какая красивая она. Девочки, вот, посмотрите, какой платок. Тонкий, тоже красиво сделанный платок. Это на заказ делали специально для вас, для нашего интернет-магазина. Вот, смотрите. Видите, какой красивый рисунок. Такой изящный очень. И это у нас платок без номера, но вот он авторский, со снежинками. Вот здесь по краю такие снежинки идут. Размер, ну, 125 сантиметров, наверное. Так что, девчонки, хороший мягкий платочек, беленький. Пожалуйста, вы можете его себе приобрести. Так, девчонки, вот, это еще одни, наверное. А, это еще один авторский вот тоже платок. За 8 тысяч платок номер 17. 26, 26, дробь 17. Вот, смотрите. Девочки, пух наш местный. Ну, то есть, понимаете, когда люди вяжут уже на заказ, не так, как обычно, не потоком, вещи всегда стоят дороже. Вот это вот из таких вещичек, как раз этот стеллажик у нас и состоит. Из того, что связано на заказ. Вот еще вот этот платок с листьями, смотрите, как они у меня... Девочки, он такой мягкий. За 11 тысяч этот самый большой, 26, дробь 0,7. Гляньте, какой. Смотрите. 130 точно, даже, может быть, 140, около 140. И он такой нежный, прям вообще. 11, девчонки. Как и беленький. Да, он очень красиво смотрится. Вот эти. Вот еще раз рассмотрите его. Хороший платочек. И тяжеленький он прям весит. И мягенький такой. Ну, вот наш пук, его сразу чувствуется. Так, девочки, ну, это платки-пледы у нас. Тяжелые, плотные, такие толстые. Вот, ими можно накрываться. Они так грубовато сделаны. Ну, вот такие. Ой, бракованы. Где полоса? Это знаешь, что? Это толще нитка напрядина. Нет, ну, прям коричневая. С другой стороны, почему ты? Это я видела, я когда его растягивала. Это кажется на просвет. Она не коричневая белая. Он когда запушится, пол будет толще нитка напрядина. И пошла вот как бы на просвет, она смотрится полосой. В общем, вот такие вот платки-пледы. Смотрите, постиранные. В общем-то, теплые-притеплые. Стоят они, девчонки, 20 тысяч. Вот. Это, опять же, наш местный такой толстый, хороший пух. Очень теплые они. Не ангора. Поэтому не глядя на то, что вот такие они, такая у них цена. Ну, во всяком случае, пока. Давайте посмотрим вот на эти красивые платочки. Серенькие. Что у нас есть? То, что вам должно понравиться. Ой, мягкий-мягкий. Вообще прям мягкий. Девчонки, мягкий-мягкий платок. Из кошкиного пуха, кошачьей и без бирки. Сколько же такой стоит? 9. 9 тысяч он стоит. Вот. Смотрите, девчонки, вот какой. Размер его до 130 сантиметров. Ну, прям шелковый. Шелковый-шелковый платочек. Вот этот еще тоже шелковый. Цвет у него серо-коричневый. Вот 84007, платок номер 7. Смотрите, какой. Это где-то 120, наверное, на 130, ну, около того. Вот, девчонки, смотрите, какой. Подпушенный. Такой мягкий-мягкий пух. Вот, смотрите, какой. Давайте посмотрим, какой. Девчонки, это такие скользкие. Мягкие и скользкие. Так, это у нас интересный такой небольшой платок. Стоимостью, наверное, 6 тысяч. Номера тоже нет. Вот такие все платки небольшие, 6-7 тысяч. М-м-м, тоже мягкий какой. Ну, раз я уже сказала, 6, вот за 6, пожалуйста. Ну, вообще, он и подороже может стоить. Хороший платок. Смотрите, какой. Дымчато-серый, девчонки, хорошо связан. Мелкая такая нитка. Приличный платок. Так, вот у нас, смотрите, такие коричневые платки. Легкие, пушистые. Коричневые, гляньте, какие. Кто любит? Легкие и пушистые. Как бы не волосатые. Вот они, знаете, они... Ой, они тоже мягкие-мягкие. Вот они, они как воздушные. Они плюшевые. Что? Они плюшевые. Плюшевые, да. Они даже не то, что плюшевые. Они, понимаете, они как будто вот воздухом подкачаны. Как будто они взлететь хотят. Они такие интересные. Вот, понимаете, вот ты на него смотришь. Вот вроде вот он платок, объем такой. Тебе кажется, что ты сейчас раз и на что-то плотное наткнешься. А ты раз, и он бунс и сдувается. Понимаете, вот он вот такой. Интересный очень платок. Какое-то такое свойство странное. Я сейчас вижу варежки из двунитки. Вот платки, которые вязали. И в пряжи остается. Попросили связать варежки. И вот вы знаете, такое чувство, что я вяжу воздух. То есть пух тонкий, легкий. И вроде бы и петля, а они воздушные. Вот это вот из этой оперы. Восемь тысяч всего стоит. Платок номер десять. Двадцать семь, дробь номер шесть. Смотрите, какой. Тоже серо-коричневый. Такой красивый. Вот, пожалуйста. Очень красивые, девчонки, здесь коймы. Гляньте. Хорошо сделано. Причем, знаете, вот эта женщина платки вяжет. Вот, как бы сказать, он же на нашей платке вяжется с угла до угла. То есть коймы не привязываются, за этим исключением. И, в общем, вот это вот полотно платка, оно идет вот квадрат платочной вязкой, потом вот эти широкие, как бы, вот эта вот обуводка. А затем уже вот эти углы, углы сами по себе коймы узкие. Вот они, коймы, да? А весь рисунок, он, как бы, запрятан в платке. Но это, в принципе, ни на что не влияет. Ну, просто, как бы, вот так человек вяжет. Обычно там, ну, ажурную делают, а середину попроще, ну, чтобы быстрее. А это нет, вот у нее посередине везде, как бы, такие красивые ажуры. Вот тоже платок. Вот это вообще огромное, не накрываться можно, видите? 140 точно. Это у нас платок номер 20, 27, 06 за 10 тысяч. Смотрите, какой. Вообще, шикарнейший. Просто шикардосный. Платок мечтанка. Вот здесь у нас есть, смотрите, ажурчики. Серые. Вот, вечно молодой. Крученый такой волосатенький платок. Из такого, знаете, плотного пуха. 6 тысяч он стоит 6. Платок номер 10, 4-3-0-7. Девочки, вот его рисунок, смотрите. Красиво этот платок будет смотреться, не вылезет он. Здесь такой какой-то, знаете, темно-серый с проседью пух. Очень хороший. Очень хороший. Вот этот платочек будет хорошо смотреться. Это еще один. Тоже ажурненький. Так, по краям снежинки. Серединка такая вот из елочек. Это за 6 тысяч. Платок номер 7. 21-0-5. 120 где-то размер. Так смотрится. Тоже хороший очень пух. Я всегда смотрю на пух. Мне даже не так интересует рисунок. Особенно на серых платках. Потому что, если пух хорош, он все равно запушается. Там этот рисунок не видно было. А вот воздушный-воздушный. Девочки, цвет такой. Вот какой платок хороший. Прям хороший. Прям такой, знаете, тоже летящий платок. Это у нас за 7 тысяч платок номер 8. Видите, какой. Прелесть. Просто прелесть. Давайте, вот этот вот этот вот платок остался. Смотрите. Вот тоже из такого же пуха за 7 тысяч. Это у нас платок номер 2. 2-0-5. Номер 2. Сложная такая красивая очень кайма. Красивый рисунок в серединочке. Прелесть, а не платок. Натуральный цвет пуха, девчонки. Хорошая основа. Мягкий-мягкий, такой приятный. Вот у них все такие прям хорошие. Вот тоже самое. Мне нравится вот этот рисунок, который, вы знаете, он и строгий такой, геометрический, но красиво смотрится. 7 тысяч, платок номер 19. Сейчас белые платки вот с таким рисунком есть. И палантин. Да, и палантин. Девочки, вот последний платок. Смотрите, какой. Это у нас за 5 тысяч платок номер 7. 23 дробь 0.3. Такой небольшой тоже. Размер где-то до 120 сантиметров. Интересно, толстенький. Вот этот платок прям толстенький. Вот так красиво смотрится, посмотрите. Ну, если кому-то спину можете подвязать. Так раз, подвязала, пошел. Так что, вот, девчонки. Выбирайте любой. Пишите на WhatsApp. Там моя дочь. 8 960 87 094 67. Она возьмет у вас заказик. Все объяснит, все разъяснит.